Подарок от газовиков ко Дню Победы получили жители северных районов Томска области. Для ветеранов войны и труда отружников тыла выступили артисты из Томска, Барнаулы и Москвы. Подробнее расскажет Андрей Маланов. Молодежь города Кедровый накануне Дня Победы совершила 16-километровый велопробег, чтобы почтить память земляков, павших на фронтах Великой Отечественной. Вместе с кедровчанами цветы к обелиску возложил генеральный директор Газпром Трансгаз Томск Владислав Бородин, принимающий участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы. Руководитель газотранспортной компании встретился с ветеранами, чтобы лично поздравить их с всенародным праздником. Самое главное, конечно, это мирного вена, небо нам головы. Поэтому, видите, искренне поздравление. Ну и небольшой презент, так как вы любите чай в веках. Кроме кедрового, Владислав Бородин побывал в райцентрах Каргасок и Парабель, где Газпром Трансгаз Томск уже много лет помогает ветеранским организациям. Люди старшего поколения чувствуют внимание и заботу. Поддержка газовиков позволяет участвовать в общественной жизни района и заниматься патриотическим воспитанием молодежи. Спасибо нашим ветеранам, труженикам тыла, нашим старшим поколениям, то, что сделали, держали победу. Узнав, что Владислав Бородин намерен баллотироваться в областную думу, представители ветеранских организаций передали ему свои наказы и пообещали свою поддержку на предварительном голосовании в Северном округе, которое состоится с 24 по 30 мая. Я бы хотел, чтобы денежек выделили на установку памятника труженикам тыла. Новые наказы, новые задачи, а пока по инициативе Владислава Бородина «Газпромтрансгаз Томск» сделал ветеранам и труженикам тыла необычный подарок ко Дню Победы – концерт танцевальных и вокальных коллективов. С праздником Победы Северян поздравил Эд Шульжевский, известный по мюзиклам «Ромео и Джульетта» и «Нотр-Дам». Артистам удалось создать особую атмосферу, дать почувствовать ту радость от Великой Победы, которую 76 лет назад испытали наши деды. Такие хорошие песни, голоса, танцы, вообще прекрасно. Вот настроение, прямо праздничное настроение. Ветеранские организации Кедрового, Парабельского и Каргасовского районов в прошлом году получили целевую поддержку от газовиков почти на 900 тысяч рублей. В компании уверены, забота о старшем поколении – это священный долг. Андрей Маланов, Антон Сухушин, Евгений Юрунов, Вести, Томск.